19 наград, 2 рекорда Европы, 15 рекордов Белоруссии и второе место в медальном зачете. Президент сегодня чествовал нашу сборную по тяжелой атлетике, которая триумфально выступила на чемпионате Европы в Батуми. Александр Лукашенко высоко оценил работу спортсменов, подчеркнув, что планку подняли высоко и добавил, что тяжелая атлетика действительно непростой вид спорта. Во время чаепития в деталях разобрали чемпионат, атмосферу в команде и отбор перспективных спортсменов. Тренеры молодцы, они четко планировали подходы каждого спортсмена, вы знали на что способен спортсмен, но не скажу, что вы на 100% результаты показали, но близко к этому, это тоже очень важно. Не надо на чемпионате Европы перед основными событиями чемпионата мира показывать такие результаты, надо потихоньку подводить спортсменов к этим показателям. В общем, мне на чемпионате Европы все понравилось, молодцы. Особенность такую заметил в этом году, ребята, когда уже берут флаг, чувствуется, что это белорусы. Понимаете, это уже не то, что о корне там в Советском Союзе, это они там, это уже наши, наши. Тренеры взяли все лучшее, что было в нашей той большой стране и уже воспитали своих. И уже чувствуется, что это выходит белорусу чисто рожденный, как я говорил, суверенный и независимый Беларусь. Вот что такое спорт и какую славу вы принесли нашей стране. Золотого успеха добились Евгений Тиханцов, Геннадий Лаптев, Дарья Наумова. Континентальный форум в Грузии получился для нас не только триумфальным, но и драматичным. Так, по мнению тренеров, из-за спорных судейских решений команда не досчиталась трех наград. Наиболее вопиющий случай – незасчитанная попытка Андрея Арямнова. Судьи лишили олимпийского чемпиона нового рекорда Беларуси. И все же сегодня преобладал позитив. В почетное звание заслуженный мастер спорта присвоено Дарье Наумовой. Медаль за трудовые заслуги вручили старшему тренеру-преподавателю Республиканского центра олимпийской подготовки стайки Валерию Сизинку. Благодарности президента объявлены триумфатором чемпионата. Евгению Тиханцову, Геннадию Лаптеву, а также главному тренеру мужской сборной Беларуси Виктору Шершукову и главному тренеру женской сборной Валентину Короткину. Все работали и на чемпионате в Европе, все показали свой неплохой результат. Все старались быть ближе к тройке. Но, естественно, самые талантливые, они заняли определенные места и есть медали. Я знаю, как Александр Григорьевич относится к спорту. С 96-го года еще был Курлович, мы встречались перед Олимпиадой, когда мы первый раз выезжали в далекую Атланту. И тогда были сказаны очень хорошие слова, что мужики, вы поработайте, а дальше разберемся и будем развивать спорт. Вот за это время только поступательное движение вверх. Перед началом встречи для членов национальной команды провели экскурсию по Дворцу Независимости. Спортсмены и тренеры узнали историю появления здания, посетили основные залы, например, зеленые, где состоялись известные всему миру переговоры нормандской четверки. Для яркого фото некоторые даже сели за стол переговоров. Побывали и в каминном зале, который уже стал рекордсменом по количеству принятых гостей за год. Здесь проходит около 200 мероприятий.